Далее, ребят, мы с вами установим, как я говорил ранее, и... А, ну, для тех, кто начался с этого видео, это Django 2 плюс сервер. Значит, мы с вами и локально, и на сервере установим 2 сервера и 2 базы. Postgres и MySQL. Сейчас я установил Postgres, просто хотел вам такие вещи некоторые сказать. То есть, всё нормально работает, да? База данных, слон у нас, Postgres. Всё работает. Значит, смотрите, ребят, я подготовил, потом всё это мы проделаем с вами, и мы установим Postgres на сервере, и... Сейчас я посмотрю, попадает в окно. И PHP, PSG, админ, как там правильно читается. Ну, в общем, будет такой вот интерфейс. Видите, вот я создавал сейчас базы. Всё есть. Вот аутентификация Django. Здесь всё очень-очень подробненько. Крутая база, вообще, Postgres. Значит, вот поэтому я хочу вам кое-что сказать. Вам, конечно, решать потом. Вот смотрите, мы будем делать классическую схему. Апач, Апач, PHP и вот Postgres. Просто последнее время я смотрю, и это только моя точка зрения, что, в принципе, все используют NGX, да? Но вам надо решить. Вот смотрите, Апач очень мощный сервер. Мы его установим. И если у вас будут какие-то ещё приложения на Апач, то есть смысл его в любом случае устанавливать. Потому что, а вот хитрость пойти, например, там берут, допустим, NGX и Gunicorn, вы там будете делать потом сами. Я буду вам показывать классическую схему. Апач, мод в SGI, то, что рекомендует Django. А вот я думаю, что само приложение, да, само Django-приложение мы сделаем на Апаче, а вот статику отдадим NGX. Вот тогда будет наш сайт поддерживать два сервера. Тогда, хоть там, не знаю, сколько людей будет заходить, перегрузки никогда, я думаю, не будет. Вот, и всё будет работать скоренько. Хотя вариантов тут очень много. Ну, для начала, как я сказал, мы с вами установим в учебных целях две базы. И Postgres, потому что будем говорить так, что MySQL, она же не рекомендуется вообще никакими серьёзными библиотеками. Django её не рекомендует, и все другие вещи рекомендует Postgres. Но так ситуация сложилась, что на рынке СНГ всё заточено по ПХП. Поэтому мало серверов имеют Postgres, да, а все имеют MySQL. Ну, а когда мы делаем свой сервер и ставить MySQL, то вы знаете, ну, это издевательство на Django. Это, если по-новому мило говорить, оно бы нам, не знаю, что сделало. Но мы, как я сказал, установим два сервера. Потому что у многих ребят, и у меня до этого момента, ну, не до этого, а ранее были тоже сайты на MySQL, ну, не было выбора. Вот. Потом, когда уже я сам всё сделал, переделал, перекроил уже, конечно, и когда вот я сейчас переписываю СПБ, но оставлять его на MySQL это издевательство. Не потому что MySQL плохой, а потому что вы закрепётесь, в конце концов, ошибки черпать. Я вот в школе замечаю, ребята часто задают вопросы, потому что то с часовыми поясами, то там, и пишет MySQL это не поддерживает, MySQL это не поддерживает, и начинаешь выкручиваться. Правильно. Почему? Потому что разработчики Django чётко прописали рекомендации, и мы рекомендуем использовать PostgresQL, да. Но я ещё раз повторюсь, зачем мы будем ставить два сервера в учебных целях? Потому что у многих ребят сейчас на MySQL, потом встанет вопрос со временем переноса баз, поэтому надо всё-таки потренироваться, как с MySQL перенести на Postgres, ну и работать и с той, и с той базой. Я же говорю, что MySQL совершенно классный продукт, но просто-напросто для Django он не рекомендуем. Поэтому, конечно, как я повторяю, если мы делаем с нуля свой сервер, то сам, ну, конечно, надо ставить Postgres. Но мы будем, говорю, собирать два сервера, и Postgres, и PgAdmin, и MySQL, плюс PHP, MyAdmin. То есть, ну, чтоб вы там посмотрели, приноровились. Вот. Для простых проектов MySQL хватает. Как только начинаете нечто там решить и заморачивать, типа социальных сетей, типа подключать форумы, то, конечно, надо Postgres, потому что обязательно столкнётесь с ограничениями. Это я просто рассказываю ребятам, что дальше будем делать, да? Мы потихонечку делаем по продуктику, по продуктику. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Вот я даже сам сел переписывать этот сайт, но надо давно интерфейс переписать. И вы знаете, не так всё просто. С одной стороны... Можно было просто репортировать, а как подумал, ну, дофига мне вся эта куча, которая вот половина, в принципе, не нужна. Поэтому я тоже вот решил вообще, ну, грубо говоря, мне придётся переделывать СПБ всё вручную, чтобы, в принципе, не допустить ошибок, потому что половина приложений, которые можно совместить, я делал, да, тогда... Их, ну, допустим, ну, нет смысла просто там взять таблицы, вынять. Но таблицы всё равно надо вынимать. Допустим, тот же MySQL, PHP, PGAdmin, да? Потому что тех же пользователей, ну, не будет же там сотни пользователей заполнять вручную. Поэтому все эти вещи, преобразование баса, это делается, в принципе, через JSON. Есть удобные инструменты в Django. Я думаю, что этому всему надо учиться. В общем-то, чтобы вы понимали мою задумку, задумку, да, вот когда мы сейчас делаем Django 2 плюс VPS сервер, то мне хочется сделать, то есть не хочется, а я делаю расширенный курс. Мы работаем и с Django, и с сервером. Задача, я бы не сказал, что очень сложная, просто кропотливая. Ну, много разных элементов, много разных элементов. Ну, таких, вот, допустим, там установили, ну, куча разных команд, да? Но они все несложные и легко понимаемые. Просто, если вы заметили, в предыдущих курсах, ребята, это я к ребятам в школы говорю, я не зря вот сразу даю домашние задания, на что обращаю ваше внимание. Вот, допустим, курс 7, да, вот взяли. И переходим, да? Давай мы начинаем, там, первое сразу с домашнего задания, где мы рассмотрели SSH файл настроек. Вот именно этого я и от вас хочу добиться. Вот не пробегайте. Вот есть файл настроек. Если вы отложите сейчас это в сторону, вот вы проходите, да, 7 курс. Мы с вами вошли по SSH, мы, в принципе, тогда с вами изменили одну настройку. И думаете, ну, потом. Потом следующее, потом, потом следующее. И в конце концов, ну, много чего упустите. А я хочу, чтобы вы работали спокойно, быстро не надо, надо качество. Поэтому раз, два, три вечерка, ну, пусть два, да, отдали только настройкам SSH. Все делаем, как положено. Не надо никакой из пехоты, да. Не надо никаких вещей. Вот видите, вот помните, я в школе, вот мы устанавливали. Вот я начал делать, переделывать сайты. И сразу первое слово у меня появилось. Вики, правильно. И смотрю, вот Сергей Асачи. Вот смотрю, все записывает. И вы так делаете, ребят. Как я вас учил, это важный момент. То есть, все, все маркдаун, все должно документироваться. Никогда не пропадет. Пройдет, потому что сделаете сайт. Пройдет год, пройдет там полтора. Где-то что-то надо переделывать. Где-то что-то надо обновить. Открыли. Ага, у меня установлены такие, такие, такие-то версии. И там так далее. Что у меня тут? Там я делал так, там я делал так. И у вас все, что вы делаете, все записываете. Понимаете, зачастую я на первых этапах хотелось быстрее. То есть, делал, не записал это, сделал. Потом, в принципе, проходит время, все забывается. Начиная, что остается делать? Ну, правильно, лазить по серверу и высматривать, что где есть. А если было записано все ваши действия, и прямо в проекте, как я вас учу, да, то, в принципе, нет никакого геморроя. Все задокументировано. Можно документировать изменения. Есть тогда над чем подумать, как расширить. То есть, я хочу вас настроить. Ну, это видео я не писал, как там. Просто показал, что будем дальше делать. Но постоянно вам хочу давать вот этот настрой, чтобы вы не настраивались на некую спешку. Делайте спокойно, делайте качественно. Курс будет этот длинный. Почему? Потому что мы сюда будем вкладывать многое. Многое очень. Будем Django разбирать подробнее, в сложные вещи лезть. Но будем работать в сумме с сервером постоянно. Вот сейчас только как соберем сервер. Потихонечку мы уже начали это делать, да. Соберем сервер и дальше будем работать по HR-ам. Сделали, да, отправили на сервер. Работаем, работаем, работает в таком ритме, да. Чтоб вы нарабатывали опыт, чтоб вы себя чувствовали и не чувствовали, а были действительно настоящим программистом. В том смысле, что вот спросите себя, кто должен знать, что должно быть у вас на сервере. Дядя на сервере? Да он ни хрена кроме PHP не знает. Он знает, как даже вы посмотрите, там даже будет оформлено все как PHP. Да не знает. Вы должны знать. Вы должны знать, какие приложения у вас на сервере. Иначе, когда, ну, вы, наверное, тоже имеете опыт. Как понаставят хуетение, извините меня, нужный и ненужный. Поэтому говорю, ребят, начинайте вот работать сервером. Только вы, программист, который разрабатывает свой сайт, свое приложение, четко будете понимать, мне надо это, а это мне нахрен не надо. В жопу, ой, под жопу ногой и вперед отсюда не перегружайте приложениями, понимаете? Все же тянет ресурсы. Поэтому к этому надо относиться серьезно. И вот то, что я рассказывал, Сэйдж, надо, и вы будете постоянно работать. Что вы думаете? Раз настроили, потом подумали, ага, может безопасность так лучше делать. Время же будет идти, вы будете работать. Втяните себя в работу джанга и сервера, втяните. И этот ваш процесс, то есть работы с сервером, он должен быть постоянный. Потому что программист в сервере должен разбираться. И если мы говорим о серверных приложениях, и мы себе думаем, да, вот мы будем работать с джанга, а сервер знать не будем. Ребят, ну это же большой, огромнейший провал. На самом деле ничего страшного здесь нет. Просто надо брать и работать. И это все отлично складывается в голове. Это все очень хорошо понимается. И вы будете расти. Ну так вы будете действительно профессионалом. Поэтому вас настраивают. И еще для школы. Очень серьезно взяли в оборот, что берем, да? Гид и Джупитер. И опять смотрю сейчас в школе. Вот Асачи смотрю, все делаю в Джупитере. Володя Фомичев, да, тоже смотрю. Начал все в Джупитер делать. Делайте. Без командной строки, я говорил в предыдущих видео, не будете понимать документацию. Будут пробелы. Поэтому часто спрашивают вопросы. Недавно вот записывал видео. И сейчас под этим видео тоже его дам. Пока буду давать в каждом видео, чтобы люди понимали. То есть человек пришел в школу, вот что делать в школе, да? Вот сразу, вот не знаю, за что браться. Информации и тоны, как говорится. Да, действительно, уже более 17 суток видео, да? Живая, мощная методика, как изучать языки, будет в описании. То есть тут, в принципе, как ориентироваться в школе, что делать. Посмотрите, да? Особенно новички. Но это я писал для ребят школы. В принципе, основная цель видео было рассказать про Апач. Почему? Потому что многие отталкивают, да, вот я возьму только NGICS и там GUNICORN или там OVS-AGI. Да на самом деле варианты в море, ребят. Мы будем изучать классику. Можно же поставить, допустим, и запускать и в Tornado, это сервер на Python, на многих. Здесь вопрос стоит в другом. Поэтому всегда размышляйте, а что будет в вашем проекте? А что будет за программное обеспечение? Ну, если вам хочешь, не хочешь, Апач нужен. Ну, почему бы его не использовать? Это мощный сервер. Единственное, конечно, если в Апач грузить и приложение Django, и статические файлы. Грубо говоря, там видео, картинки, всю вот эту вот фигню, да? Ну, не фигню, как неправильно выразился. Ну, всю эту хрень. Вот я правильно выразился, да? Потому что картинок может быть куча, да? И все это грузить в Апач, с одной стороны, тоже нелогично. Конечно, Апач, понимаете, что такое? Это вот такой вот большой белаз, да? Он едет и едет, медленно, спокойно, уверенно. А все эти картинки, там пришло 20 пользователей, одно открыли, второе. Конечно, хорошо бы нам вот их прицепить, и мы будем это дело стараться, допустим, отдать другому серверу, чтобы он обрабатывал только статику и медиа. Тогда и Апач, в принципе, отдыхает. И этот занимается только вот этой всей фигней, перебирает эти кучи картинок, да? То есть, по сути дела, никто не напрягается. Если Энжикс как раз на это, в принципе, и настроен. Он так шустро, быстренько все это загребает. Поэтому я именно вообще писал это видео, чтобы показать, что мы будем делать дальше. Но, вы знаете, я просто вас хочу сейчас призвать к чему, что не надо всему верить в интернете, да? Что вот Апач плохо, Энжикс хорошо, это плохо. Ребят, черт его знает, что плохо, что хорошо. С одной стороны, одни судят по производительности, но я скажу, тут тоже от многих факторов зависит. Поэтому, вы знаете что? Вы думаете сами. Вот, допустим, я рассудил, но мне нужен Апач для других приложений, но я его люблю, да? А вот разгрузить его – другое дело. Если вы делаете маленький сайт и точно не будете его расширять, то там вопросов нет. Ну, поставили этот Энжикс и там Гуникорн, да? Как там правильно он произносится и все. Ну, а если у вас сайт будет расширяться? А если вы собираетесь, вот как я постоянно расширяю школу, да? То, а будут ли другие приложения? То есть, ну, как-то смотрите наперед. Вот, просто я хочу вам сказать, что не надо ко всему относиться критично, да? Вот это плохо, вот это хорошо. В принципе, мы же изучаем сервер. Конфигурацию вы всегда можете поменять, да? Но мы начнем с вами, как я сказал, работать с классической конфигурацией. С классической. Это Апач, которому мы отдадим само Джанго приложение. Это Энжикс, которому мы отдадим статику. Это мод в СГИ, и тоже он неплох. Ведь если мод в СГИ запускается в режиме демона, то он уже многопоточный и ничего не хромает. Это же, в принципе, Джанго рекомендует. Но тут есть, конечно, море вариантов. И УВС, и ГИИ, и говорю, что можно запускать и Ганикорон, и там, ну, куча всего. Научимся с классикой, все остальное к вам придет. Со временем каждый из вас разберется, что ему лучше, понимаете? Это же все зависит не только там, что там кто-то сказал, вот это хорошо, вот это плохо. Я же говорю, исходите, пожалуйста, ребят, из своего проекта. Будет ли он расширяться, что это за проект, либо это картинки, либо это больше соцсеть. То есть думайте, да, вот эти вещи продумывайте. Потому что нельзя, нельзя там взять и сказать, вот, Энжикс хороший, а патчи плохой. А приложение у нас, допустим, там одностраничный сайт. Да тогда вообще какая хрен разница, на чем запускать. Да, будут говорить, что там больше ресурсов. Так, елки-палки, надо просто, ой, не тухни экран, надо включить. Надо просто-напросто немножко больше ресурсов брать, понятно. Но, тем не менее, я вас прошу не относиться, не относиться, вы знаете, черное-белое, да? А относиться, ну, больше задавать вопросов, больше читать и исходить из проекта. Поэтому моя задача в этом курсе, возможно, мы пойдем собирать потом и другие, и в Торнадо попробуем, и в Гуникорн попробуем. Ну, в разных вещах. Нас же никто не ограничивает. Придумали себе и сделали, придумали и сделали. Ведь сейчас же курс я из чего делаю? Я вот сижу, думаю, вот хорошо, надо сейчас Жупитер подключить, потому что то-то, 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 командную строку, потому что понимаю, что без нее доки непонятные. То есть все это на опыте школы за несколько лет. Дальше начали сервер делать. Дальше вот смотрю, вот сейчас по домашним заданиям там Сережа Осачий, наш участник, да, начал серьезно заниматься, смотрю, базами, да. Где его там сообщения? Просто заострю внимание. Тут же много мелочей в Джанго, которые просто стоят, на которых стоит сейчас заострить внимание. Сейчас я объясню. Просто, допустим, обычные модели, все используют абстрактные модели последние годы, я видел, пошли. А прокси модели в Джанго, да, люди просто отталкивают, боятся. Ну, ребят, ну прокси, ну что такое прокси? Ну изменения, правильно? Ну вот как IP изменяется. Так извините меня, так я Сергею написал, но поднатаскайся ты над этими моделями, для тебя должно... Есть два варианта у тебя. Либо ты пишешь простую модель, а потом сидишь и выкручиваешься при помощи кода. Это первый вариант. Он неправильный, потому что нет использования всего возможности Джанго. Есть второй вариант. Ты просто, вот как я Сереже сейчас сказал, да, натаскиваешься, ну и ребята за ним потихонечку поднатаскаются. Поднатаскивайся с моделями, чтобы у тебя в голове были мультимодели, абстрактные модели и прокси модели, чтобы они настолько четко сидели в голове. И тогда легко, надо поменять поведение, так используй прокси модель. Да, и тогда обходимся совершенно простыми функциями. То есть, вот на это я хочу заточить больше курс, на более глубокое понимание Джанго, на более практичное использование. Ну, курс вообще только практический, потому что мы и настраиваем сервер, делаем проекту, чистая практика, да. Ну, опять же, говорю, начал за здравие, закончил тоже за здравие, это, закончил больше, как и... Не получается у меня по-другому пока, всегда хочется и то, и то. В общем, ребята, цель видео было сказать вам, что мы будем делать дальше, что будем сейчас два сервера баз данных устанавливать, чтобы поработать с ними. И хотелось сказать, что именно по конфигурации, да, там, Apache, Mod, VAS, AGI, или там, Гуникорон и NGX, или там, допустим, NGX и... Как там этот вихрь, торнадо. То есть, вариантов много, но я хотел вас настроить, что думать, думать, да, начать думать, начать работать с этими настройками. В общем, я хочу, чтобы вы именно копались, 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 тогда будет хороший толк. Всё, ребят, всё получится. Для тех, кто начал с этого видео, во-первых, посмотрите видео, которое я порекомендовал, оно в описании, и начинать надо с spb-tut.ru. А дальше, вот тут я рассказал как раз про систему. Моя система заключается в изучении двух языков. Всё, ребят, всё получится, не переживайте, всё получится.